12 глава 16 по 26 стих Из беседы святителя Иоанна Златоустова на это место Евангелие Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Некоторые обвиняют этого юношу в том, будто он подошел к Иисусу с хитростью и лукавством и при том с намерением искусить его но я скорее согласен назвать его сребролюбцем и невольником богатства так как в этом же самом и Христос изобличил его Укорять же юноши в лукавстве я отнюдь не намерен небезопасно быть судьей того, чего мы не знаем и особенно судьей обличителем Да и Марк, отдалив такое подозрение, когда сказал о нем подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его И еще, Иисус, глянув на него, полюбил его Евангелие от Марка, 10 глава Отсюда видно, как велика власть богатства Хотя бы мы и в остальном отношении и были добродетельны Богатство истребляет все эти добродетели Вот почему и Павел справедливо назвал его корнем всех зол Корень всех зол есть сребролюбие Первое послание к Тимофею 6 глава Но почему Христос отвечает юноше такими словами Никто не благ 17 стих Юноша подошел к нему, как к простому, обычному человеку И считал его просто учителем иудейским Иисус и беседует с ним, как человек И часто говорит он приспособительно к мнению обращавшихся к нему Итак, когда он сказал, никто не благ Третьим не хотел показать, что он не благ Да не будет этого Ведь он не сказал, почему ты называешь меня благим Я не благ, но никто не благ То есть никто из людей Впрочем, он этими словами не лишает благости и людей Но только отличает последнюю от благости Божией Почему и превосокупил только один Бог Не сказал только Отец Мой, чтобы мы знали, что Он не открылся юноше Но говорит, что заставило Иисуса Христа И какую Он имел цель так отвечать юноше Без сомнения, ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству Отучить его от лести Отдалить от пристрастия ко всему земному и приблизить к Богу Возбудить в Нем желание благ будущих И, наконец, научить его познанию истинного Бога благо Источника и корня всех благ И ему-то одному И воздавать честь Юноша показал немало усердия Когда задал Иисусу Христу такой вопрос В самом деле Тогда, как одни приближались к Иисусу с намерением искусить Его А другие по причине своих собственных или чужих болезней Он подходит к нему и беседует о жизни вечной Тучна была земля и способна к плодородию Но множество терней заглушило поселенное Смотри, как Он доселе Готов был к выполнению того, чтобы не поведал Христос Что мне делать, говорит юноша, чтобы наследовать жизнь вечную Вот готовность Его исполнить повеление Учителя Итак, когда Христос сказал Если же хочешь войти в жизнь вечную Соблюди заповеди Он немедленно И спрашивает Какие? И спрашивает ли они того, чтобы искусить Иисуса Но Нет, а думал, что кроме заповедей и закона Есть еще другие Которые будут Его путеводителями к жизни вечной Так сильно было Его желание спастись Но когда Иисус пересказал Ему заповеди, закона Вот все это сохранил Я от юности Моей, говорит Он И на этом не останавливается Но снова спрашивает Чего еще не достает мне? И это-то Это же было самым знаком сильного желания вечного спасения А что же Христос намеревает предписать заповедь трудную Он сначала предлагает награду за исполнение ее и говорит Если хочешь быть совершенным, пойди Продай имение Твое и раздай нищим И будешь иметь сокровища на небесах И приходи и следуй за Мною Аминь Спасибо 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 Спасибо